сад счастья зачахший остров ну что же давайте начнем погоню нас есть четыре способности так это поднимание палеток это левитация также мы можем стрелять пятью пятью призраками можно будет прочекать да там кто то есть она прям уже здесь отлично возьмем руку а у нее гибкость я торможу слушать о моё как же сложно получается я секунд на секундочку у меня скорость тормозится боже мой чем заходит на сервера чтобы потом ливнуть аман ждет он ждет по 20-30 минут замечательно потом с ботами играй просто все либо зачем тогда заходили можем летать прикольно ну смотрится эффектно смотрится прям прикольно остался последний я видел где-то здесь его прочекаем круто попали круто попали слушай ну двое нормальных игроков да получается два бота всего лишь так окей первый пойман надо повесить прикольный ман интересный ну я бы его бафнул потому что есть много его а белый который не очень хорошо работают допустим от призраков легко можно вернуться я немножко притормаживаю когда использую способность и он может лишний круг сделать потом скинуть палетку эту же в плане геймплея он интересный да у него много разных способностей так но я могу тут поймать ее если ман пригнется то я не смогу поймать его по сути он контрит моих призраков все и некуда бежать боты играют намного лучше чем игроки порой ну по сути у ботов как волхак есть они видят тебя сквозь любые препятствия поэтому и хрен переиграешь полететь? слушай а наверх я наверх не смогу полететь а только по прямой может окей там кто-то заводит он не понял как способность работает ну кого я поймал так я поймал с рукой по идее вроде бы он должен тэпнуться в самый дальний ящик почему он не тэпнулся? потому что потому что я его ранил он не понял этой фишки видимо и встал дальше тэп он такой не работает почему обилка не работает? а не работает потому что я тебя ранил это работает когда ты целенький тогда если ты находишь либо глаз либо руку легендарную тогда у тебя будет способность я точно не помню в общем одна из способностей получается ты тэпаешься в самый дальний ящик вот этот шкафчик самый дальний а другая способность сделать тебя невидимым но там если бы он был невидимый возможно бы я прочитал бы и мог хитануть его а вот тэпнуться в самый дальний ящик это прям очень круто стать невидимым это просто эффектно и круто мне кажется сложно попасть о я попал в кого-то я попал в нее ничего себе ну ничего себе если здесь у меня же так также есть гибель франклина может они поэтому как бы из-за гибели франклина они ливнули возможно но я хотел испытать перк плеча ну или же векна вот в общем смысл в том то что я их хитую я хитую ну как дождись я хитую они теряют предмет какой-то терять куда предмет и по сути я вижу их ауру то есть я могу где угодно хитом допустим выгодно для меня позиции могу хитонуть они выкидывают предмет и я буду видеть их него ауру так ну чё то ребятки совсем не хотят играть они со мной да поиграли конечно ладно если здесь надо еще раз попробовать одна из способностей получается когда они меня оглушают или ослепляют я на 25 процентов ну дольше ослепляюсь дольше оглушаюсь но зато я быстрее перелажу через какие-то препятствия допустим окно быстрее могу перелезть на 20 процентов очень быстро перелазит это прикольно учитывая если у тебя закрывашки на окно то это прям очень имбово но я решил взять гибель франклина чтобы реализовать другую способность когда когда сурв выбрасывает какой-то предмет или когда у него заканчивается предмет он выбрасывает его и я вижу ауру сурвов рядом с этими предметами так вот моя идея была ну моя идея заключалась в том то что я китую их выпадает предмет заряды там заканчиваются и по сути я также буду видеть их ауру я так понимаю вот хотел это потестить ну не знаю давай проверим что он делает ну в принципе если в погоне так сделать вот и да ты легко его догонишь получается рука неплохая вот это я бы наверное бафтал способность потому что если сурв прыгнется то ммм скелетик не попадет он не попадает мы проверяли легко это можно избежать не знаю полет я бы тоже бафнул ну как бы я летаю допустим я не могу хитануть как нюрса сразу что я это летаю и не могу хитануть какое-то время вот вот только сейчас могу хитануть я бы сделал что в полете все таки ты мог хитовать и сделать так что нельзя допустим пригнуться избежать хита тогда было бы тогда было бы хорошо ведь у сурвов же реально есть две крутые способности ты можешь их найти в сундуках одна из способностей делает тебя невидимым да ценой конечно своего здоровья а вторая тебя тэпует самый дальний ящик допустим если у тебя уязвимость то иногда это очень даже поможет вот мне понравился лич у него много классных способностей мне нравится его разнообразие ты можешь в погоне и палетку поднять и заблочить палетку это очень круто насчет перков надо будет тестить смотреть вот давайте глянем безжизненное касание усталость вызывает в принципе можно допустим взять перк на ворон чтобы ты точно знал что он спугнул ворону и на нем есть усталость связь связь с плетением я вот вижу ауру на 8 метров от брошенных предметов ауру которых вы увидели то есть мой смысл был в том то что я использую гибель франклина они выкидывают предмет и я так понимаю я бы видел их ауру когда выше подбирают предмет на нем также будет действовать забывчивость то есть они захотят поднять предмет то есть мне кажется с гибелью франклина это будет довольно эффективно темная высокомерие увеличивает длительность вашего ослепления вот про это я говорил увеличивает скорость обычного прыжка можно будет с бамбузлом брать я так понимаю темная высокомерия с бамбузлом будет сочетаться связь с плетением хорошо будет сочетаться с гибелью франклина я так полагаю вот ну и безжизненное касание можно взять ворон вот ты будешь знать что на нем будет усталость ну такие обычные средние способности у него ааа ну именно перки а по способности ну не знаю все таки он мне кажется слабоват типа да ты вроде бы перелетаешь от какого то места допустим к генератору но он не так далеко летает либо сделать так чтобы он дальше летал еще раза два что прям далеко далеко мог улететь либо сделать чтобы он в моменте полета хитануть как нюрса то есть у нюрса целых два блинка есть пускай у него будет один блинк у него он долго откатывается у нюрса намного быстрее все откатывается и поэтому почему бы не хитануть вот и вот эти скелетики тоже сомнительно мне кажется потому что ты просто присел и избежал хита я не знаю показывали нет мы на стриме показывали ребятам и ну реально ты либо между них встанешь и они хитанут либо ты присядешь и тебя тоже они не затянут не хитануть поэтому обилка не такая сильная да ты можешь это сделать максимально неожиданно допустим потому что они летят сквозь стены препятствий вот это круто это здорово это будет помогать ну сделать так чтобы они летели и неважно присел ты или не присел все таки если бы хитовала бы тогда было бы намного имбовее вот насчет шара на как на ауру на инстинкт убийцы это прикольно я бы в принципе ничего не менял вот и что там еще есть поднятие палетки не знаю стоит менять или нет но с этим надо еще разобраться вроде как помогает да при погоне резко вот так сделать резко заблочить палетку либо резко поднять палетку чтобы сделать хит вроде бы неплохо может быть чуть-чуть тайминги именно увеличить в пользу манов чтобы как-то ты быстрее мог среагировать быстрее мог как-то поднять палетку тогда было бы имбово в общем будем тестить будем смотреть но в любом случае ман интересный мне ман понравился давайте еще раз дукатку попробуем сыграть разрушенная площадь разоренная деревушка баргу ну что ж погнали всем приятного просмотра что у нас есть долго пока все заряжается так ну оно примерно одинаковое да если посмотреть вот я разное убираю да одинаково все заряжается о мансеры слушай получается если не скелетиками то в принципе ты можешь так просто ударить а я быстро вроде бы да переложу он слепил я уже нагнулся все можем дальше просто пробежать так это забавно что-то интересная погоня такая ну короче просто так догнать его ну в принципе ну в принципе я видишь я немножко останавливаюсь немножко останавливаюсь и у него есть время перебежать вот видите он перебегает легко так ну у меня есть гибель франклина если он выронит предмет то я буду видеть их ауру я не перелечу да просто так блин он не перелетает только окна получается перелетает кстати а можно получится ли не наверное не получится если он заводит то не получится да а вот одного стилл но он потому что встал если бы он не встал а продолжал сидеть то я бы его не хитанул на что предметы выронили окей берем руку я быстрее переложу заблочилась отлично на всякий случай я думал только она там сидит но не лучше через окты прилетать надо с аддонами короче брать ну вот видите она просто присела и я ничего уже не могу сделать ей ну пусть и обычный пеший ман и сурвы уже научились против него правильно играть они уже научились правильно против него играть и в принципе в принципе его надо улучшать потому что его способности не такие уж и сильные не она сразу поняла это я даже не знаю куда она убежала сделала круг я просто сильно притормаживаюсь у них есть время перебежать перетянуться не ребят ну это как это называется ты просто ничего не можешь делать быстро теряй их вот пригнулся все я не попал а вот предмет предмет она выронила да с помощью благодаря гибели франклина я вижу его ауру здесь легко можно поставить вот я летаю я не могу хитовый зачем мне этот полет нужен по сути по сути он бесполезный может быть подождать чтобы он скинул и потом поднять он просто притянулся и все он на мимика напоролся так ну он прошел проверку еще на проверку проходите ну че три генерлятора завели я только первую жертцу поймал маньяк слабенький Если хотите, можете посмотреть 5-часовой стрим по этой главе, я там подробно всё разобрал, изучил, вместе разбирали. Изначально моё мнение было хорошая мания, я думал, хороший прикольный ман, но потом я понял, всё-таки этот ман очень слабенький. Я сначала сказал, что это тир 2, но это нафига не тир 2, это тир 4 какой-то. Вижу, что здесь спускается. Почему он стал заслеплять? Подожди, я голову опускаю. Я не понимаю, почему. Я же голову опускал. С фонарями. Ай-яй-яй-яй. Как же они хотели... Блин, как же они хотели развести? Концовочка прикольная. Концовочка определённо прикольная. Четыре гена завели. Ауру, блин, они предметы выронили. Короче, вот этот мне перк понравился. Надо с гибелью Франклина брать, и тогда всё, ребят. Берёшь гибель Франклина, берёшь его перк на подсветку ауру, и в принципе мне понравился данный перк. Хорошее сочетание, я думаю, с гибелью Франклина будет. Франклина. А плюс я быстрее перелажу через окна тоже. Тоже классно. Просто стараешься не попадаться под... Понятно. Почему им так везёт? Как-то им повезло. Я же вижу, где она находится. Ааа! Он его поднимал? Отлично. Слушай, опасно было. В общем, можешь найти на канале AlexPlay, полный стрим, 5-часовой, по этой главе. Мы там разбирались. Всего думал, что это маяк сильный, тир-2. Ну, блин, разбирали способности, и мы поняли, что, блин, манам надо бафать. Ман надо улучшать. Ман очень слабенький. То, что я всех поймал, ребят, это чисто везение. Это чисто на скиле вывезли, и на, по сути, на ауре. Вот тут как раз-таки сработало сочетание гибель... Боже мой, простите. Гибель Франклина с его новым перком на подсветку ауры. Когда предметы они теряют, я вижу их ауру. Вот. И это неплохое сочетание. Также можно брать бамбузил, я считаю. Вот. Мы и так быстро перелазим через окна. Будем еще быстрее, да? И через блоки. То, смотрите, я уже быстро перелажу на 20% быстрее. А будет на 35 и плюс окна закрывать. Самое главное, ну, просто быть поаккуратнее рядом с паленками. Да как? Как у них получается? Я не понимаю, ребят. Почему мне так не фартит? Почему мне так не фартит? Отменилось действие, отменилось! Почему, когда я играю, мне так не фартит? Я не понимаю. А еще и осколок. А еще и граната. Я не знаю. Максимально не фарт. Просто максимально не фарт. Не, 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 слушай. Ну, теперь тебе не портануло. Надо было бежать дальше. Прочекать ее. У меня еще и ключик, прикинь, мне кажется. Ну, вот я заблочил, и че? Ну, да, я могу. В принципе, рука неплохая. Рука неплохая. Палетку можно перелетать. Палетку, полетку, окна. Покрой ее искать. Покрой где-то здесь. Просто на везение. Боже мой, как же им везет. Я не представляю. Но все-таки, все-таки мы всех поймали. Ряд, я надеюсь, на ваши лайки и комментарии. Мы также стримим на Твиче. Можем по моему. Там как раз у нас Твич Дропс проходил. В общем, с скиночками. Подожди, не скиночки. Там, по-моему, именно аватарка и аватарка, брелочек, также оформление с ником. Ну, задний фон. Типа шапки. Там часто у нас Твич Дропсы мы раздаем. Как только на какую-нибудь игру Твич Дропс, на ДБД, на ДБД, либо на Кан Шоу Даун, либо на какие-то другие игры Твич Дропсы. И мы стримим, то вы можете получать бесплатные ништяки. Ссылочка будет в описании. Поэтому подписывайся на Твич. Смотри на Твиче стримы по ДБД и по другим играм. А также можешь поддерживать донатиком на стриме, если хочешь стать спонсором. Можешь на Бусти подписаться. В общем, все ваши досылочки в описании. Надеюсь на вашу поддержку. Надеюсь на ваши лайки, комментарии. Там репостики, просмотр от начала до конца. Надеюсь, вам нравится контент. И я готов для вас снимать дальше. Всем большое спасибо. С вами был канал AlexPlay. Чаще заглядываю на канал. У нас почти что каждый день стримы. Смотри, где тебе удобнее. На Ютубе или же на Твиче. Вот. Ну, до новых встреч. Увидимся. Ман прикольный, интересный по способностям. Но я считаю, надо все-таки его улучшать. Немножко слабовато, не дотягивает. Есть намного лучше маны. Тот же неведомый. Он намного, я считаю, сильнее нового мана. Лича. Вот. До новых встреч. Всем пока.